МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днём потеплеет до 31 градусов. В горах местами от 1 до 6 тепла. Днём 16-21. В северных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём возможны порывы до 14. Ночью ожидается плюс 11, плюс 13 градусов. Днём солдат термометра поднимется до плюс 31. Сегодня православные христиане отмечают преображение Господне. В народе он известен под названием «Яблочный спас». Он являлся одним из первых праздников урожая, день с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. В чём значение этого праздника, как его принято отмечать, расскажет Ольга Савенко. Итак, какое же событие легло в основу праздника? Оно описывается в Евангелиях от Матфея, Луки и Марка. Как сказано в Священном Писании, Иисус взял своих любимых учеников, Иоанна, Петра и Иакова, и взошёл с ним на гору Фавор. И просияло лице его, как солнце. Одежда же его сделала с белыми, как свет. Читаем мы в Евангелии. Преображение Господня – это праздник, в котором Господь Бог открывает всё своё естество. Открывает себя, что Он есть Отец, Сын и Святой Дух. Мы слышим в евангельском чтении этого дня, как Отец говорит, что это Сын Мой возлюбленный, в Нём Моё благоволение. Его слушайте. Мы видим явление Святого Духа в виде облака. Таким образом, Бог нам показывает, кто Он есть. На Руси праздник получил народное название «Яблочный спас». Дело в том, что в Израиле и Греции День Преображения приходился на пору созревания винограда. Христиане приносили душистые грузья в храм для благословения и в знак благодарности Богу. В странах, где виноград не растёт, например, в большей части России, вместо него стали освещать яблоки. В семье Найдённых из Черкесии в этот день обязательно пекут пироги с яблоками, варят варенье, компот и обязательно ходят в храм. А что Вы чувствуете в душе, когда идёте на этот праздник? Вы знаете, для меня каждый поход в храм – это праздник. Поэтому, а это преображение – это особый праздник. Пока мама готовит пироги, её дети учат стихи к празднику. Хотим поздравить Вас с преображением. Пусть счастье и любви Вам в небо пошлёт. Желаем всех мечтаний и исполнений. Пусть душа от радости поёт. С яблочным спасом сверзаны и другие традиции. После праздника люди щедро делились урожаем, раздавали больным, сиротам и нищим, угощали родных и соседей и только в последнюю очередь ели сами. Так всегда поступает в семье Ивашенко из Черкесии. Маленькой Дане всего пять лет, но она прекрасно понимает, для чего она принесла яблоки в храм. Чтобы их осветить и раздать родным и близким, и людям нуждающим. На фаворе Христос показал красоту и славу своего Божества, чтобы знали апостолы, а через них вся Вселенная, подобием кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно. Дорогие братья и сестры, пусть свет Божественной благодати коснётся наших сердец, осветит нас, наших родных и близких, наших детей и внуков, и этот праздник изменит нашу жизнь в лучшем. Ольга Савилко, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Следующий выпуск Вестей смотрите в 14.30 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. Редактор субтитров А.Семкин